Кошка Бога Кошка, которая жила на вершине мира, считала, что это она создает закаты, верила, что квартира Бога — это ее квартира, а все остальные хоть в чем-то, то виноваты перед ее высочеством Кошкой Бога. Поэтому Бог ложится. Она вставала и каждому человеку, пускай не много, но портила жизнь, устраивала скандалы, стихийные бедствия, экологические катастрофы, творила вселенский хаос в какой-нибудь точке мира. Одного из евреев по дурости довела до Голгофы. Взорвала что-то чертовски опасное, были салжира. Ну, а потом залезала к Богу под одеяло, ну, будто там и была, чему прям-таки очень рада. И настолько нежно на ушко ему рчала, что Бог не решался сослать ее в недра ада. Бог просыпался, натощак выкуривал сигарету, пытался вспомнить, а был ли на карте мира, допустим, алжира, потому что сейчас его типа нету. А кошка такая, не было там никакого алжира. И я, чтоб ты знал, падших ангелов истребляла. Ну, сам подумай, на кой черт мне твои афрорабы. Уж как я тебя люблю, а все тебе, Боже, мало. Не бережешь ты меня, не ценишь, хоть и пора быть. А Бог психует, кричит, как это не было, блин, алжира на кухне стоял между раковиной и банкой с классом. Я его лично туда поставила, это моя квартира. И все с таким недовольством, с агрессией, басом. Кошка, понятное дело, обиделась. Насосала на трою. Бог понимает, что прав. Но чувствует себя виноват и не обижается, шепчет. Завтра я новый алжир построю. Ну, потому что это вовсе не я, а ты создаешь закаты. Кто его знает? Может, и вправду не было там алжира. Здесь такой беспорядок, бардак, разрывает сушу. И думает кошка, которая живет на вершине мира. Еще раз накажешь, и тебе Бог. Карфаген разрушил. Потерянная комната. В этой кем-то потерянной комнате сходят на нет голоса тишины, искажающие мимикой лица. Здесь трехмерная тьма упирается в замкнутый свет. И никто, никогда, никому здесь уже не приснится. Здесь тусклеют улыбки, становятся взгляды мрачнее. Выцветают слова, искажается формула смеха. Здесь молчит мниматая голосами вчерашних теней, моделируя новую форму беззвучного эха. Внешним фактором станет градация прежних систем. А во внутреннем мире начнется период распада. Но период распада становится чем-то не тем, чем он должен был стать, если б жил на краю звукоря. В этой кем-то потерянной комнате я или ты изучаем черты потолка, просыпаясь некстати. Потому что лежим в самом центре своей темноты на рифленом полу, игнорируя плоскость кровати. Конструируя странные мысли, сбиваясь на бред, прогнозируем прошлое, пишем стихи на обоях. Генератор случайных вопросов подскажет ответ и поможет найти адекватность в логических сборях. Свет замкнулся в себе под воздействием камерной тьмы и остался лежать на полу в обесцвеченной коне. В этой кем-то потерянной комнате все. Но не мы. В этой комнате все. Кроме нас. Этой комнатой. Кроме. Здесь молчание длится, пока остывают слова. Здесь трехмерная тема продлевается замкнутым светом. Только память о будущем здесь перманентно жива. Но никто. Никогда. Никому. Не расскажет. Об этом. Люди с маяка Свет настолько утопичен, что ему пока темнота не надоела. Он живет тайком. По ночам к нему приходят люди с маяка и, навязывая счастье, поет коньяком. Днями он сидит у моря, вспоминает сны. И не радуется жизни, ибо не дурак. Он давно уже сместился к центру тишины. Он поставил трех дельфинов на трехмерный мрак. Потому что все вторично, кроме коньяка. Потому что веры мало, а богов не счастье. Но пока к нему приходят люди с мэйка, То хотя бы есть надежда. И что, надежда есть. Остается просыпаясь, жить наискосок. Разговаривать с волнами. Он еще вчера, так сказать, Зарифмовал бы пулю и песок. Но они сказали рано. Значит, не пора. Значит, надо дожидаться важного звонка, Чтоб успеть к двери не позже, чем они уйдут. Потому что, если это люди с маяка, Главное не то, что люди. Главное, что тут. С каждым годом все труднее быть самим собой. С каждым годом все фатальные мысли в тишине. Это никакой не ветер. Нет, это не прибор. Это что-то вместо жизни. Это что-то. Днями он сидит и смотрит, как идут века, Как сменяются этапы сумерчных годений. Жаль, на этом побережье нет никак Ни людей, Ни побережья. Только он. Один.